Добрый вечер, уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала ОМИС-ТВ, программа «Власть». С вами, как всегда, я ведущий Иван Фролов. 10 ноября, прошлый вторник, мы отмечали День работников Органов внутренних дел Российской Федерации. И наша программа ездила в гости генерал-майору полиции Калужской области, Бачурину Сергею Викторовичу. Сегодня у нас же в гостях это начальник ОМВД России по городу Обнинску, полковник полиции Владимир Викторович Александров. Владимир Викторович, здравствуйте. Иван, вечер добрый, уважаемый телезритель, вечер добрый. Ну, пользуясь случаем, поздравляю вас с праздником, с тем великим праздником. Действительно, считаю, что он великий, потому как защитники нашего Отечества, так сказать, которые постоянно находятся на территории города, несут свою службу и, несмотря ни на, как говорится, ни на зной, ни на мороз, все время в преддверии защиты нашего населения. Спасибо. На днях, так вот, расскажите, пожалуйста, коль затронули уже эту тему праздника в городе 10 ноября, расскажите, пожалуйста, как вы провели этот день? Провели в теплой дружеской атмосфере, пригласили на торжественные собрания в отдел ветеранов, представителей органов местного самоуправления, вручили памятные награды, медали в обязательном порядке. Позвонили нашим сотрудникам и поздравили их с нашим профессиональным праздником тех сотрудников, которые несут службу на территории Северо-Кавказского региона. В целом, дружно, весело, очень хорошо провели праздник. А вот, кстати, там, которые сейчас находятся на территории Северо-Кавказа, там много сейчас наших сотрудников? Сотрудникам Оминского отдела находятся три человека, три сотрудника. Несут службу по охране общественного порядка и общественной безопасности в Республике Дагестан. Присоединяемся тоже к их поздравлениям. Расскажите, пожалуйста, о подрастающем поколении. Как-нибудь вы взаимодействуете в плане, допустим, в учебных заведениях? Есть ли такие начинающие, так сказать, дети, которые стремятся уже стать непосредственно либо военными, либо полицейскими? Оминский городской отдел полиции уже шесть лет взаимодействует с лицеем технический, где на его базе в 3-м, 5-м, 7-м, 11-м классах созданы кадетские классы. 10 ноября пятиклассникам мы вручали, посвящали и в кадеты, вручали и погоны, принимали они присягу. Это, безусловно, наше подрастающее поколение, те мальчишки и девчонки, которые придут к нам на смену. Ну да, все-таки уже с детства привыкают к дисциплине, к форме и к ответственности. Да. Согласен. Ну вот, прошло 10 месяцев, 2015 года, можно ли уже какие-нибудь сделать итоги по проделанной работе, в частности, по преступлениям? Ну, конечно, уже можно подводить предварительные итоги работы в уходящем году. За 10 месяцев на территории города Оминска в целом было зарегистрировано около 2000 преступлений. Это примерно на уровне прошлого года снижение составило около 1%. Основная масса преступных посягательств, 40% от общего количества, составляет преступные посягательства на собственность тайных хищений чужого имущества. Кроме этого, немалую долю составляют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это примерно седьмая часть от всех зарегистрированных преступлений. Более 100 преступлений в сфере экономической деятельности выявлено сотрудниками Оминского отдела полиции. Спасибо большое. Владимир Викторович, Вы уже как чуть более шести месяцев стоите в главе отдела Министерства внутренних дел по городу Оминску. Расскажите, пожалуйста, откуда Вы к нам приехали, чем Вы до этого занимались? Перевели меня в город Сухиничи. Там возглавлял в последнее время межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Сухинической территории оперативного обслуживания Сухинического и Доминического районов. В органы внутренних дел я пришел в 1996 году. После демилизации вооруженных сил трудоустроился в ноябре 1996 года. Я пришел на службу подразделений по борьбе с экономическими преступлениями на должность оперуполномоченного. Потом перешел в службу уголовного розыска, где моя служба вся и прошла. Начинал с оперуполномоченного, дальше по карьерной лестнице, старший оперуполномоченный, заместитель начальника отделения уголовного розыска, начальник отделения уголовного розыска. И вот в 2007 году был назначен на должность начальником УВД по Ускиническому району. Это то есть вы 8 лет отработали в Сухиничах начальником УВД? Да, почти без малого 8 лет начальником отдела в городе Сухинич. Ну а по сравнению с городом Сухинич, вам в Обнинске нравится? Ну, в частности, про людей хотел бы спросить. Конечно, город нравится. Люди, люди, они везде одинаковые. Безусловно, в городе Обнинске намного выше на порядок. Уровень знаний, уровень подготовки сотрудников и уровень знаний и горожан намного повыше, чем в городе Сухинич. И это предъявляет для нас, в отношении к нам, определенные повышенные требования. Ну а вот если сравнить с криминогенной обстановкой, в Обнинске больше преступлений совершается или меньше? Ну конечно, в силу масштабности, в Обнинске по количеству зарегистрированных преступлений несколько больше, чем по предыдущим местам службы. Хотя в отдельный вес по категориям преступлений, он примерно тот же самый. Также основная масса является это преступление против собственности, а как правило, это тайное хищение чужого имущества. Уважаемые телезрители, для вновь присоединившись и напоминаю, что в прямом эфире телеканала Обнинск ТВ идет программа «Власть». С вами, как всегда, ведущий Иван Фролов. А гость сегодня нашей программы – это начальник УМВД России по городу Обнинску, полковник полиции Владимир Викторович Александров. И свои интересующие вопросы можете задавать в прямой эфир телекомпании по телефону горячей линии 44332 с кодом города Обнинска 39. А также оставлять свои вопросы на сайте телекомпании по адресу www.obnestv.ru Владимир Викторович, ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира, либо водителя. Расскажите, пожалуйста, о профилактике ДТП. Проводит ли отдел внутренних дел какую-нибудь профилактику у нас в городе? Что касается безопасности дорожного движения на территории города Обнинска, то разрешите, приведу несколько цифр. За 10 месяцев 2015 года сотрудниками городского отдела выявлено более 12 тысяч правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. С учетом того, что ужесточаются ответственности как уголовно, так и административно к участникам дорожного движения, в том числе и за управление со стороны алкогольного пенения, но за 10 месяцев нашими сотрудниками выявлено более 400 водителей, управляющих транспортными средствами со стороны алкогольного пенения. Для примера, в прошлом году это была цифра чуть более 300. — Достаточно много. — Достаточно много, да. — И все равно, вроде бы, и наказание ужесточили за этот вид наказания. — Да, и как я уже сообщил, с июля месяца 2015 года в Государственной Думе внесены поправки действующего законодательства. Теперь повторное управление в состоянии алкогольного пенения вывлечет уже не как ранее административную ответственность, а уголовную ответственность. — Спасибо. Ну, а поговорить еще с вами хотел о программе, разработанной государственными органами власти «Безопасный город». В частности, это дает возможность исполнительной власти следить, так сказать, за горожанами. Расскажите о ней подробнее, как она в городе у нас действует или нет. — В городе действует очень большое подспорье для сотрудников отдела. В городе вместе с камерами частных пользователей установлено более 200 видеокамер. Скажу так, что 35 видеокамер по программе «Безопасный город» выведены на пульт оперативного дежурного по городу Обницкому. И в прямом эфире наш оперативный дежурный может наблюдать картинку по тем или иным микрорайонам нашего города. Работа по программе «Безопасный город» нам неоднократно помогала при раскрытии преступлений. Когда и в том числе во взаимодействии с ответственностью информации, когда с места происшествия снимаем фото-видеоматериалы, показываем по нашим телеканалам. И граждане обращаются к нам и оказывают помощь в раскрытии тех или иных видов преступлений. — Спасибо. А какие-нибудь специальные, может быть, средства у вас есть, что касается этой программы? Ну, в частности, я имею в виду про транспортное средство. Знаю, что у вас оно есть. Это вроде как автобус. — Действительно, в этом году Обнинский отдел получил очень комфортабельное, многофункциональное техническое средство, оснащенное несколькими десятками видеокамер, которые используются, как правило, при проведении больших широкомасштабных массовых мероприятий. Таких автобусов всего, таких технических средств всего два. Это в городе Калуги и у нас в городе Обнинске. — А что они себя представляют? И чем они могут помочь? — Это средство представляет обычный автобус, на базе которого установлено несколько десятков видеокамер. Их можно применять и на дальние расстояния, фиксировать все, что происходит вокруг. Очень большой подспорь в нашей работе. — Спасибо большое. Есть такой вид преступления, как незаконный оборот наркотических средств. В Обнинске, положая руку на сердце, много наркоманов. — Скажем так, что касается работы по незаконному обороту наркотиков, за 10 месяцев у нас зарегистрировано 307 преступлений. С учетом того, что около 2000 преступлений у нас зарегистрировано всего, примерно седьмая часть, в копилку этих выявленных преступлений не только сотрудники органов внутренних дел принимают участие в выявлении и раскрытии, а также служба и федеральная служба по контролю за незаконным оборотом наркотиков. — Безусловно, это преступность латентная. Наверное, не каждый наркоман у нас стоит на учете, но с ними проводим и стараемся проводить профилактическую работу. — Но все-таки это большая работа ложится на плечи наверняка участковых. — Да. Вообще служба участковых полномоченных 17 ноября, когда эта служба будет отмечать свой профессиональный праздник, это ведущая служба, ведущее подразделение, на которое заложится основная нагрузка во взаимодействии, прежде всего, с населением. — Ну а участковых-то у нас, коль мы заостроили эту тему, хватает в городе? — Хватает. Хватает для того, чтобы обеспечивать безопасность граждан. — А это получается, вот в территориальные отделения распределяются по численности населения или как-то по-другому? — Да, идет распределение штатной численности службы участковых по количеству жителей, проживающих на определенной территории. — Ну а я вас еще не спросил по вопросу с наркотическими средствами. Чем чаще всего в городе у нас употребляют люди незаконно? Что именно? — До недавнего времени основным видом наркотических средств, которые, скажем так, выразимся, использовали лица, потребляющие наркотики, это были анаша, это был героин растительного происхождения. — В последнее время заполонили курительные смеси, так называемые спайсы. — Что такое спайс? Спайс — это курительная смесь с добавлением различного рода химикатов. Очень пагубно влияет на психику гражданина. К сожалению, очень часто летальные исходы при употреблении. — Но ответственность все-таки это уголовная наступает за... — Да, это уголовная ответственность за распространение. Причем законодатель в последнее время очень сильно поднял планку уголовной ответственности за распространение подобного рода курительных смесей. — А такой вид преступлений, как мошенничество в сфере телефона, либо сети интернет, в Обнинске развито или нет? — Оно развито, наверное, не только в Обнинске. Тот технический прогресс, который идет у нас не только у нас, но и в целом по стране и в целом мире, соответственно, под него очень широко им пользуются и различного рода преступники и мошенники. — В последнее время стал развиваться такой вид мошенничества через сеть интернет, различные под предлогом оказания различных услуг, продажи и так далее и тому подобное. — В этом вопросе нашим жителям надо быть предельно внимательны, потому что, как правило, такого рода преступления не совершаются путем личного контакта с гражданином, где можно посмотреть, потрогать, пощупать, где-то может быть лишний раз по тем или иным жестам человека понять, что нас пытаются обмануть. — А это все на бесконтактной основе, через сеть подали объявление, внестите, пожалуйста, предоплату. Предоплату внесли, все больше на интернет-ресурсе данного, скажем так, гражданина мы уже больше не найдем. Его приходится искать, прикладывать к этому определенные усилия. — Спасибо большое. А такой вид преступлений, как кража? Ну, в частности, всегда, во всех СМИ у нас в городе зачастую кражи велосипедные составляют. Вот за последние шесть месяцев, то есть у нас не снизилась ли тенденция этих? — Что касается количества преступлений, совершенных по преступному посягательству, если мы берем предмет преступного посягательства велосипеда, то оно в целом, в принципе, на уровне прошлого года. Конечно, мы очень часто сами относимся халатно к тем предметам и вещам, которыми пользуемся. Поэтому, пользуясь случаем, призываю наших граждан также быть повнимательнее, не оставлять эти вещи без присмотра. Причем, конечно, основная масса преступлений — это, как правило, весенний-осенний, весенний-летний период. Но и до настоящего времени мы до сих пор регистрируем сообщения по фактам правонарушений, что касается велосипедов. — Спасибо. А какие виды государственных услуг оказывает наш отдел внутренних дел по городу Огненску? — Мы оказываем несколько видов госуслуг. Основные несколько видов госуслуг — это следующее. Выдача справок о наличии или отсутствии судимости, государственная дактилоскопическая регистрация, предоставление госуслуг в сфере оборота гражданского оружия. Причем, все информацию по этим госуслугам можно найти на портале госуслуги, где четко прописаны те виды госуслуг, которые предоставляет Министерство внутренних дел Российской Федерации. — Спасибо. Вы затронули такой вид услуг, как выдача лицензирования на оружие. А у нас в городе много вооруженных людей? — У нас вооруженных людей более 6 тысяч. — Более 6 тысяч. Достаточно крупно. Ну а ваше субъективное мнение, то есть нужно ли это делать или нет? Выдавать оружие все-таки на руки людям? — Законом это разрешено. Как правило, львиная доля оружия, которое у нас зарегистрировано у наших жителей, это, как правило, охотничье оружие, есть немного спортивного, а также автоматическое газовое оружие. — Спасибо большое. А расскажите, пожалуйста, еще про общественные организации, с которыми упорудут свои деятельности, и вам приходится сотрудничать. Есть ли такие или нет? — Ну вот, допустим, знаем, что раньше активно у нас был казачий патруль, а сейчас осталось это все. — Казачий патруль, добровольные народные дружины, которых у нас в 3 зарегистрировано в городе. Безусловно, мы с ними сотрудничаем, они нам оказывают огромную помощь при охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. — А кто туда входит? То есть каждый же желающий может туда записаться? — Туда по согласованию с руководителем добровольной народной дружины, как правило, активные граждане города. — Понятно. А расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям в случае какой-нибудь нештатной ситуации, в частности, связанной с преступлением, куда можно позвонить, по каким телефонам? — Позвонить можно по телефону, в зависимости от компании-оператора сотовой связи, по телефону 02, либо 020. В случае, если гражданин желает сообщить какого рода информацию, либо о другом происшествии, он может позвонить на бесплатный телефон доверия управления Министерства Нурнера по Калужской области, 128, либо 502 800. — Ну, мы, наверное, с вами уже много тем затронули, не поговорили еще про изолятор временного содержания. Все-таки он в городе есть, расскажите о нем, то есть, как он, есть ли там люди, живут, и в каких условиях? — Изолятор... — Пускайтесь туда в ОС. — Рабочий день руководителя начинается с посещения изолятора временного содержания. Условия содержания граждан, да, они на определенное время судом ограничены в своих правах, но в любом случае они остаются гражданами Российской Федерации. В обязательном порядке осуществляем проверку. Не только я, как руководитель, но и мои помощники, заместители условий содержания, правильность и соразмерность питания, и так далее, и тому подобное. — А участвуют ли, допустим, в этих проверках общественные организации такие, как уполномоченные по защите прав человека, допустим? — Конечно. На постоянной основе приходят, совместно с нами проверяют. — А что касается преступлений, которые совершены несовершеннолетними гражданами нашего общества? У нас в городе много таких? — За 10 месяцев зарегистрировано 67 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это несколько больше уровней прошлого года, если мы берем по количеству преступлений. Если говорить о количестве участников, то 38 несовершеннолетних совершили это на уровне прошлого года. — Спасибо. Ну, с вами еще не успели поговорить об сети интернет. И, в частности, все-таки у нас полиция шагает в ногу со временем. У нас в Обнинске есть что-нибудь такого новшества, какие-нибудь сделанные по профилактике преступлений, допустим, в сети интернет? Либо же... Ну, насколько я знаю, вот у вас есть такой вид обращения, как скайп. То есть по ним вообще пользуются люди или нет? — Да, действительно. У нас в дежурной части отдела Министерства внутренних дел имеется такая система. Благодаря нее граждане имеют возможность обратиться в дежурную часть и сделать соответствующее сообщение. — Спасибо большое. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала МСТВ, программа «Власть». С вами, как всегда, я ведущий Иван Фролов. А сегодня у нас в гостях начальник МВД России по городу Обнинску, полковник полиции Владимир Викторович Александров. И свои интересующие вопросы можете задавать онлайн к нам в студию. Мы с нашим гостем постараемся на них ответить по телефону горячей линии 8484-39 с кодом города 44332. Расскажите, пожалуйста, вам приходилось ли ездить в командировки? Ну, в частности, вы рассказали, что у нас трое сотрудников сейчас несут службу в Кавказе. А вы лично ездили по командировкам? Приходилось ли? — Да. Ты три раза находился в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона. В 2011-2013 годах возглавлял оперативную группу в количестве около 100 человек. В 2011 году сотрудники Калужской полиции несли службу на территории Чеченской республики в городе Грозном. В 2013 году и продолжаю сейчас на территории республики Легистан. — А вам более всего что запомнилось в этих поездках? Ну, если уж не секрет. Понравилось им в принципе или нет? — Знаете, как сказал великий наш русский поэт, стоит один раз побыть на Кавказе, туда постоянно будет тянуть. Конечно, природа, уровень культуры другой. Причем уровень культуры он разный. В Чеченской республике один, в Дагестане другой, они немного отличаются друг от друга. Другие люди, у нас страна национальная, и понимать, как живут, как устроены люди, несколько другой субкультуры, это в обязательном порядке их надо. Поэтому для меня это очень большим уроком было. — У нас был один звоночек от наших телезрителей, и они попросили остаться анонимными, но передали нашим редакторам суть вопроса. Вот записал молодой человек, хочет пойти служить в органы полиции. И об образовании, то есть что нужно делать для этого, куда обращаться? — Если мы говорим о трудоустройстве в отделу Министерства внутренних дел по городу Обнинскому, необходимо обратиться в группу по работе с личным составом. Необходимую информацию там предоставят, оставят и проконсультируют о тех первых шагах, которые необходимо делать. Что касается получения образования, то приглашаю, пользуясь случаем, приглашаю мальчишек и девчонок выпускных классов поступить в ведомственные вузы системы Министерства внутренних дел, образование бесплатное. Также, чтобы получить направление, необходимо обратиться к нам в отдел по городу Обнинску в подразделение по работе с личным составом. Там подскажут, покажут, расскажут о тех первых шагах, которые надо будет сделать. — А у нас на территории Калужской области есть вузы, обучающие этому? — Нет, у нас на территории Калужской области вузов нет. — А то есть ближайшие это? — Ближайшие — Москва, Белгород, Орел. — Ну а вот мы говорили с начала программы о кадетах. Есть ли какие-нибудь привилегии при поступлении в вузы МВД? — Привилегии заключаются в том, что кадет, который уже носит форму, если мы берем 10 ноября, мы приняли в кадета пятиклассников, они уже понимают, что такое форма, что такое ходить с троем, что такое маршировать. Конечно, это является привилегией. — Согласен с вами. Сам достойно то, что они уже с детства привыкают к этой атмосфере. Ну и время нашей программы подходит к концу. Может быть, какие-нибудь пожелания для наших телезрителей? — Пользуясь случаем, еще раз хочется поздравить сотрудников Оминской полиции и МВД Покалужской области с нашим прошедшим профессиональным праздником, обязательно в порядке ветеранов, органов внутренних дел, тех сотрудников, которые несут службу вдали от Родины. Ну а нашим жителям города Оминска пожелать быть внимательнее, внимательно переходить пешеходные переходы, быть поосторожнее за рулем, не нарушать правила дорожного движения. Здоровья и удачи! — Владимир Викторович, наша редакция и телекомпания полностью присоединяются к вашим поздравлениям в вашей действительно этой нелегкой работе. Уважаемые зрители, в прямом эфире телеканала МСВ была программа «Власть». С вами, как всегда, был я ведущий Иван Фролов. Гость сегодня нашей программы был начальник УМВД России по городу Оминску, полковник полиции Владимир Викторович Александров. Спасибо вам большое, что нашли время уделить нашему телеканалу. Ждем вас всегда. Будем рады вас видеть. — Спасибо большое. — Всего доброго, уважаемые зрители. Смотрите у нас каждый вторник и четверг к 18.30 по Маске. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!